Привет, друзья! На связи Евгений Пудряшов и сегодня обращаюсь к вам из Окленда, который называется Новой Зеландией. Сюда мы прибыли вчера в мочи, поэтому меня ждала ночная прогулка. Прежде всего, почти до пол пятого утра мы ходили и исследовали город. А потом с горем пополам утром проснулись и исполняли обязанности на пассажирском дриле. Точнее, это был Crew Drill, который состоялся в 10 утра. Не самое приятное занятие, которое длилось полтора часа. Что собой представляет Окленд? Первое мое впечатление – это красивый, хорошо развитый город. С, скажем, очень уютной и интересной инфраструктурой, со всеми улицами и домами. То есть он сам по себе очень красив. И днем он мне нравится даже гораздо больше, чем ночью. Потому что на нем кипит жизнь, на нем курлить жизнь. Можно посмотреть на людей. Очень интернациональный город. Видно много разных наций людей. Вот это я выражаюсь. И, пожалуй, он просто переливается под лучами солнца в это время. Сейчас около 5 часов дня. Точнее, даже 6. Но он просто сияет во всей красе. И постараюсь вам показать некоторые его места. Не падай духом, где попало. Еще ведь не хватало этого мало. Чтоб жизнь свою дорогу поменяла. И если уж тебя почти совсем не стало. Быть может, это лишь начало. Чтоб и оно не означало. Попробуй вспомнить то, что раньше выручало. Когда души было мало, но все же что-то помогало. Глубоко вдохни, ни много, ни мало. Жизнь порой любого шатала, а позже отпускала. Было и то, когда любезно щекотала. Иногда выдает такого, что, возможно, от себя не ожидала. Крутила металла, кусала, попускала. Позже возвышала. Никогда не забывала. Гнутый пряник, гнутый пряник. Не нужно паника. От причала до причала. Понемногу жизнь не пробегала. Если уже твое сердце еще стычать не перестало. Попробуй все начать сначала. Не падай духом, где попало. Еще ведь не хватало. Не падай духом, где попало. Еще ведь не хватало. Не падай духом, где попало. Еще ведь не хватало. Прелесть-то какая. Сидя в таком парке, хочется жить. Пополняешь свой запас оптимизма на будущее. И, как я уже говорил раньше, здесь очень много туристов. Очень много людей со всего мира. Поэтому все друг друга рассматривают. Все смотрят друг на друга. Как только я вошел в этот парк, было ощущение, что я вошел в какую-то площадку, где снимали фильм «Аватар». Из-за вот таких изливистых и странных деревьев. И опять, друзья, Sky Tower. Вот он. И это именно то место, откуда совершают прыжок, я имею в виду budget jumping. Он стоит в районе 200 австралийских долларов. Для того, чтобы спрыгнуть один раз. Что равно примерно 130 американских баксов. Я решил для себя, что я этого делать не буду. Потому что меня больше интересует skydiving. Который, к сожалению, в ближайшее время осуществить не получается. Я пропустил возможность сделать это в году. Но обязательно воспользуюсь этим шансом, когда в следующий раз приеду на следующий корабль. Собаке стало жарко. Она пришла, долго засматривалась на фонтан. И плюхнулась прокупаться немножечко. Прокупаться, скупнуться. Да, я долго работаю на судне, я начинаю забывать язык. Вы знаете что, находясь здесь, у меня возникло просто непреодолимое желание обнять дерево. И что вы думаете собирать сделать? Конечно, это может показаться вам немножко странным. Обнимание деревьев и все остальное. Но поверьте, когда вы находитесь в закрытом пространстве в течение длительного времени. Допустим, последний переход у нас. Кто-то может сказать, это почти ничего. Но все-таки 9 морских дней. То, когда ты становишься на землю. И когда ты видишь деревья, настоящие, живые. А тем более таких гигантов, которые старше тебя раз в 30-40. То просто все, что хочется сделать, это подойти и обнять это дерево. Наверное, не у всех возникают такие желания. Но я один из тех людей. Кстати, это может показаться странным. Но за очень короткое количество времени я увидел здесь уже 3 или 4 странных человека. Которые действительно, похоже, немножко невменяемые. Поэтому я думаю, может быть, в этом есть какая-то закономерность. Может быть, мне было бы комфортно в этой стране. Время подходит уже к концу. Еще одна интересная штука. Когда путешествуешь на корабле, то ты пересекаешь много часовых зон. И поэтому время постоянно играет с тобой некоторые трюки. Допустим, буквально неделю назад мы были на Гавайях. И встречали закат около 6.30 п.м., то есть вечера. И закат осуществлялся очень быстро. Буквально в течение буквально трех минут можно было видеть. И я записываю это, как солнце садится до такой высоты, просто за горизонт. В течение трех минут, в считанные секунды можно заострить свое внимание на какой-то туче. И видеть, как солнце в буквальном смысле садится. Это просто потрясающе. А здесь уже 8.30 вечера. То есть это всего лишь... Мы 7 дней были в пути. А 8.30 вечера и еще светло. То есть солнце, наверное, уже тоже село. Но, допустим, там было бы уже абсолютная темень в это время. Напоминаю, сегодня 23 февраля 2016 года. И с вот таким вот видом на этот Sky Tower я начинаю свой обратный путь на судно. Потому что меня еще ждут сегодня три сета джазовой музыки. Погнали! На обратном пути на судно я увидел такое заведение, которое называется The White Lady. Которое было учреждено в 1978 году. Оно необычно тем, что это, по сути, такой передвижной автобус-поезд в форме вагона, в котором готовят такие бургеры, булки и прочие штуки. Я заказал себе бедж-классик штуку, которая обошлась мне в 9 долларов и ее сейчас готовят. А само это заведение выглядит вот таким образом. Такой большой фургон, почти как поезд, как вагон поезда, в котором вы можете заказать то, что вам приглянется. В общем, всякая уличная еда. Вам выдают такую бумажку, в которой есть номер ордера, номер заказа. И вы ждете, пока вас позовут. И самое здоровое место для питания, но экзотика, почему бы и нет. Продолжение следует... Продолжение следует...